Компания Timmelcom основана в 1925 году. Основными направлениями нашей деятельности являются производство и распределение электроэнергии и обслуживание электросетей. С момента основания компании защита окружающей среды была для нас на первом месте. Мы особенно гордимся тем, что сумели создать электростанцию с КПД составляющим почти 60% и крайне низким уровнем выбросов оксидов азота. В будущем очень важную роль будет играть балансирование энергии. Под балансированием энергии я имею в виду компенсацию изменений, вызванных использованием возобновляемых источников энергии. Контуры подачи питательной воды котлов являются важной составляющей оборудования на электростанциях. Насосы с электроприводом осуществляют подачу воды к котлу, где она нагревается выхлопами газовой турбины. Образующийся пар проходит через паровую турбину, которая совместно с газовой турбиной приводит в движение генератор, вырабатывающий электроэнергию. Многие электростанции, изначально проектировавшиеся для эксплуатации в условиях базисной нагрузки, сейчас работают под частичной нагрузкой, так как необходимо сбалансировать изменения, вызванные использованием возобновляемых источников энергии. Изменение расхода в контуре подачи питательной воды для котла позволяет реагировать на изменения в энергетических потребностях. В настоящее время регулирование расхода осуществляется тремя способами. В процессе дросселирования расхода давление воды в шланге повышается. Аналогичным образом при постоянной частоте вращения насоса дроссельный клапан в контуре подачи воды создает сопротивление, уменьшая расход. В результате давление в линии подачи воды повышается. Дроссельный клапан Управление частотой вращения насоса Управление частотой вращения насоса с использованием гидродинамических муфт FOIT, обеспечивающих высокую надежность и исключительную экономичность, является значительно более эффективным решением. Интегрированная в гидродинамические муфты система подачи масла снабжает жидкой смазкой подшипники питательного насоса и электродвигателя. Принцип работы гидродинамических муфт основан на использовании масла для передачи мощности от двигателя. Механическое соединение между двигателем и приводимой в действие машины отсутствует. В то же время масло выступает в качестве поглощающей среды, нейтрализуя крутильные колебания и импульсы максимального момента. Частота вращения насоса регулируется путем изменения уровня масла в муфте. Это осуществляется посредством черпаковой трубы, которая выдвигается и втягивается, изменяя уровень заполнения муфты. Все, что требуется для управления, это сигнал от 4 до 20 мА, что значительно упрощает интеграцию устройства в систему управления электростанцией. Благодаря надежной конструкции гидромуфт и фойт являются идеальным выбором для установки и эксплуатации вне помещений в экстремальных климатических условиях. При использовании гидромуфт также достигается значительная экономия электроэнергии. Даже на электростанциях мощностью 420 МВт, работающих на базовую нагрузку, ежегодная экономия электроэнергии может достигать 2,5 млн кВт-ч. Этой энергии достаточны для снабжения 600 домов в течение года. При частичной нагрузке экономия становится еще более явственной. Благодаря компактной конструкции и интегрированной системе подачи масла гидромуфты фойт для регулирования частоты вращения требуют значительно меньше места по сравнению с частотно регулируемыми приводами. Непревзойденная надежность делает гидромуфты фойт очевидным выбором. Компания фойт гарантирует наличие запасных частей в течение всего срока эксплуатации своих машин и сервисную поддержку во всем мире. Мы всегда рядом! ФОИТ ФОИТ